Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой нашей передаче, на прошлой неделе, мы начали очень интересный разговор. Знают ли современные христиане своих священников? Знают ли вообще они роль, функцию, значение священника в церкви? Не предъявляют ли чрезмерных запросов они? И должен ли священник на все эти запросы по первому щелчку пальцев бежать и отвечать? А что, если священник перегорит? Огромное количество имен, можно сейчас уже перечислить, которые в этом году добровольно сняли с себя сан. Ушли в силу разных причин. Но, думаю, не последнюю очередь. Это какой-то внутриличностный конфликт, потому что человек устал. Поговорим о том, может ли священник снимать с себя сан. Что такое профдеформация для священника? Поговорим с недавно поставленным во священный сан Иреем Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка. Снова здравствуйте, батюшка. Мы с вами проговорили в прошлый раз, максимально широкими мазками, нарисовали портрет современного священника. Скорее даже перечислили запросы к современному. Мы к портрету даже не перешли. Еще и не подступили, да. Ну вот давайте, может быть, тогда мы с места в карьер. Сегодня я готов уступить логику повествования вам. Один-один, да. Если вы посчитаете нужным начать с канонических вот этих вот вещей, снятия сан и вообще, почему это происходит, и возможно ли это, и как быстро это должно происходить, вот решение, насколько скоротечным оно должно быть, что должна делать церковь для того, чтобы сберечь своего священника. Вот круг этих вопросов, наверное, будет лежать сегодня в плоскости нашего разговора. Ну, тогда действительно давайте начнем сегодня с того, о чем я хотел начать недели назад. Дело вот в чем. Тут во мне просыпается профдеформация, но, слава богу, не священническая, я не так давно в сане, но преподавательская. То есть, как преподаватель богословских и философских дисциплин Самарской семинарии, в том числе и сравнительного богословия, я всегда говорю студентам о том, что вот в католической традиции считается, что из сана извергнуть нельзя. А у нас православная традиция знает извержение из сана. То есть, в этом случае, вот поскольку тут уже маня очередь говорить комплименты, аудитория у программы «Просто о вере», она такая, уже такие православные со стажем, православные, которым не нужно готовое решение, православные, которым можно задать направление, дать ссылку и предоставить им самим решать, что они выберут, то посмотрите, вот логика. Значит, если мы говорим, что рукоположение — это таинство, то церковь, например, не знает отмены таинства. То есть, например, человек ведет себя неприлично, ждут, обличают, ну, прямо по Писанию. Обличи его, возьми свидетелей, обличи его, отвержися ему. Но православная традиция, вот хоть наша, хоть любой другой, там, сербская, румынская, греческая, не знает такого указа, как в связи с вашим свинским поведением все ваши причастия с ноября 2020 года считаются недействительными. То есть, нет, либо причащался, либо нет. Да, крещение. Что вот, а вы знаете, все-таки вот, не оправдали вы высокого звания, или приходит человек и пишет прошение, я прошу считать меня некрещенным. То есть, вот что с ним делать? Это богословская проблема. Таинство отменить нельзя. Но у католиков, заметим, и развода не существует, а вот православная традиция знает, к примеру, церковный развод и последование авторобрачное. Ну, в нашей ситуации, в традиции восточного христианства, есть извержение Иссана. Но тут приходят, опять же, педантичные зануды с католической стороны и указывают нам, что вот, к примеру, пытались и святых извергать Иссана. И насколько это было правомерно, к примеру, с Николаем Чудотворцем, который вот Ария-то заушал и был за это справедливо наказан церковным судом, и Ирей не может никого заушать. Ну, и все помнят эту чудесную историю. И многие претерпели там. Сергий Радонежский уходил из собственного монастыря, будучи практически изгнанным своими кровными братьями. Как так? Не братьями-монахами, а вот именно с которыми они росли вместе от одних родителей произошедшими. И в этом случае это большой дискуссионный вопрос. Поэтому, как в современной формировке, мы говорим о запрете в священном служении. То есть остается открытым вопрос, снимается ли сам, но священник может потерять право служить. Потому что здесь есть вопрос с метафизической платформой. Мы смотрим на это служение, на таинство. Опять же, возвращаясь к тому, о чем было сказано на прошлой неделе, в прошлой передаче, что священник не является совершителем таинства. Ну, то есть в самом глубоком смысле... При этом ему не является совершителем таинства любой. Это не значит, что любой может совершать таинство. Да, но в самом идеальном и конечном счете любое таинство в церкви в первую очередь совершает Бог. И в этом смысле именно поэтому, да, то есть что сочетал Господь, того человек да не разлучает, что даровал Господь в виде, скажем, через таинство хератонии, дает благодать немощная врачущая, там так далее. Да, то есть это с метафизической точки зрения неотторжимо. Но с человеческой, получается, все-таки мы вмешиваемся в какие-то некоторые планы Божьи. Да, то есть опять же, взяли и священника запретили в служении. Тогда как мы увязываем эти моменты? Запретили в служении, это именно вот та формулировка. То есть вы не можете служить. Дальше есть еще следующая стадия. Запрет на ношение на перстного креста и одежды. И, наконец, запрет на преподавание благословений. То есть в этом случае, заметьте, благодать, излиянная на человека, она остается. Просто церковь в лице правящего архиерея говорит, что вот больше ты вот этого не делаешь. До конца разбирательства и так далее. Чтобы потом, опять же... Ну, в данном случае мы берем некую... Добровольную. Некий прецедент, да, при котором... Не пруиски врагов. ...человека прещение какое-то накладывается в силу. Будем верить, что это объективные какие-то косяки священника. То есть, ну там, я не знаю, кого-то убил, или там, скажем, проповедует ересь Самвона, призывает, не знаю, там, к самосожжению и так далее. Зачем? Зачем вы поворачиваете персты в моих язвах? Ну вот, это то, что я всегда говорю, что вот семинаристам на экзамене, что я вот задумаю ересь, и как быстро вы поймете, вот я, допустим, священник, а вы пришли в храм, как быстро вы поймете, что я еретик. И вот проповедование ереси Самвона, я боюсь, это как раз самое безопасное. Но это, опять же, ввиду того, что причине накладывает митрополит, и накладывает даже, ну, как, опять же, в идеальном варианте, не самовольно, а при церковном суде, то есть разбирается это дело, и более высокие в богословии разбирающиеся люди могут ткнуть пальчиком и сказать, брат, вот об катастрофе ты вчера как бы проповедовал, и уж это почувствовал очень чутких подобных вещам, и богословский подкованный мирянин, который был в твоем храме, и который немедленно сигнализировал. Но я сегодня хотел поговорить именно вот о добровольной, добровольном снятии сана. Вот человек говорит, «Я устал быть между молотом и наковальней». То есть со всех сторон ко мне предъявляется ряд требований. Чего уж как бы тут в данном случае скромничать и говорить, действительно, люди зачастую очень потребительски относятся к священнику. Мы сами не заметили того, как с одной стороны спрос родил предложение, ну, то есть когда к священнику нет никакого спроса как к богослову, как к миссионеру, как к просветителю, а есть как к требоисполнителю, священник и сам добровольно себя это потихонечку спихивает, функцию эту списывает ее с себя. А с другой стороны, все-таки он учился в семинарии, ему давался некий вектор, закладывался вектор движения, что ты просветитель, что твоя главная задача благовествовать. и вот он вдруг видит, что когда он только, как в песне мультика «Чучело мяучило», почему ты поешь такую грустную песню? Я пытался спеть другую, но она никому не нужна. И вот если бы мы сейчас погрузились очень, если бы нам время передачи позволяло хотя бы покатать вот в течение 30 секунд, минуты вот эту фразу, мы бы увидели, что современный священник очень часто одинок. но если не брать его в отношениях с Богом, то есть в этих отношениях, конечно, одиночества нет. Но когда он понимает, что вот, например, людям то, что он хочет сейчас донести, просто не нужно. Запрос на то, чтобы ему, например, с ним почитали Евангелие, не нужен. На то, чтобы разъяснили... Слишком длинное. Да, разъяснили какие-то азы веры перед крещением, не нужно. Батюшка, сделай красиво. У нас инстаграмное таинство. Нам надо фотосессию сделать красивую и так далее. И в результате у батюшки рождается вот этот вот когнитивный диссонанс. И он раз пошел на сделки с совестью, может быть, да, два, три. Потом он просто понимает, что это ни сверху, ни снизу, ни сбоку не нужен он как служитель слова, например. Он нужен как функция. В тех пределах, которые функции отвели. В данном случае, когда человек не потому что получает прещение, лишается сана, а потому что сам его с себя снимает. Как на это смотрит церковь с точки зрения канонов? Ну, вообще-то это катастрофа. Это ужасно, это кошмарно. Когда человек говорит, что я так и не встретил Бога, я перестал чувствовать Бога, Господь больше не говорит со мной. То есть это вот вопрос сразу к тем, кто... Ну, опять же, смотрите, мы опять попадаем в запрос, что якобы кто-то должен был обеспечить встречу с Богом. Когда семинарист говорит, что вы знаете что-то, я сомневаюсь, я, пожалуй, будучи интеллектуально честным, не рискнул сейчас принимать сан, потому что мне надо разобраться с моими собственными волнениями. И в известной степени это также вот вопрос к тем, а вот в семинарии, почему не произошла встреча с Богом, кто духовник, кто преподаватель, кто куратор курса и так далее. Ну, как так вышло, что семинарист пришел к горячему, его же не в цепях привезли, и не в клетке. А почему не случилось? И вот тут возникает вопрос уже, да, мы опять закольцовываем с прошлым выпуском, когда человек, ну, как уже было сказано, священник, такой же человек, как и мирянин. И что таинство совершает Господь, и вот... И церковь. Ну, церковь в данном случае, это все. Основанная Господом, да. Да, это все. Это и священник, и люди. Потому что сейчас, к сожалению, на периферию вынесено достоинство священодействия мирянами. Вообще, в принципе, миряне — это противоестественно для церкви слово. Да, там, ну, как бы, этих людей принято было называть в древней церкви лайки, да. То есть они не люди мира, их из мира избрали. Вот. Они царственное священство. Священник по ряду канонов... По клир, скорее, жребий, да? Да. По тем же, по ряду канонов он не может служить сам для себя литургией. Вот. Ему необходимо... То есть это всегда священник плюс один хотя бы, да. То есть это должно быть соборное, церковное священодействие. Потому что, опять же, священник — не самая главная персона в церкви. Вот. Сама церковь, ее соборность, апостольство, единство и так далее выступают на передний план. И поэтому, да, действительно, то есть любое таинство совершает церковь вот в этом неком симбиозе, да. Священство, клира. Ну, пусть будет, будем называть привычно, клира и мира. А вот я сбился немножко с мысли. То есть священник в данном случае как бы должен формировать общину. С одной стороны, он должен не оттолкнуть человека, который пришел. С другой стороны, он должен оставить место для Господа, потому что, к сожалению, это тоже такая профессиональная деформация, что вот нас Господь свел вместе, вы не верующий, я верующий. И бывает у человека комплекс Бога, что я доведу вас до крещения. Вот не благодарите, потом поймете, какой мир я вам открою, но сейчас вот я прям, вот я вас доведу. Сначала до белого коленя, а потом до крещения. Ну, вот если возвращаться к теме самочинного, самовольного снятия себя. Человек выложился и не услышал того ответа, который планировал. Но это уже мы переходим в более такую высокую, если угодно, богословскую, если угодно, метафизически-философскую на такую область, как вот молчание Бога. А должен ли Господь отвечать сразу и немедленно? То есть вот у людей претензия к священнику, но может быть и у священника такой запрос, и это нормально. Потому что есть запрос на образование. Я хочу получить такое образование, которое позволит мне. И это хорошо, если кто хочет стать медиком, он же доброго желает. Если кто хочет стать священником, он же доброго желает. Если кто хочет стать полицейским, он же к добру стремится. Да. И вот тут вопрос уже к чему я и начал с того, что нету большой разницы между священником и мирянином. У всех запрос еще и к Богу. И бывает, что Господь не отвечает. Вот. В этом случае это и повод к появлению шедевров литературы и искусства, и, с другой стороны, появлению таких образов, как спас благое молчание, которые мы знаем, например, старобрядческой традиции. Опять же, для тех, кто интересуется, рекомендую погуглить литые старобрядческие образы спас благое молчание, где спаситель изображен в виде ангела, отсылающий к предвечному совету. Ну, дабы не углубляться, просто произнесем. Старобрядцы, литые образа, спас благое молчание, отсылка к предвечному совету в книге Бытия. Что называется, умному достаточно. И вот что с этим делать, если Господь не отвечает? То есть, во-первых, предоставляет ли человек сам возможность Господу ответить? Вот что должен был сделать Господь со священником, который выгорел? То есть, послать к нему ангела с цветком из рая, чтобы он цветок высушил, это был такой залог, да? Иногда человеку надо попросту отдохнуть. То есть, давайте не будем смешивать сакральное и профанное. То есть, если человек просто не выспался, он не способен ни к операции, ни к литературному анализу, ни к священническому служению. То есть, в этом плане иногда надо просто сделать паузу. И вот я встречал такой тезис, что священнику предстоит сугубый труд, потому что среди прочих вот этих задавлей, дневе, злоба его, и ему еще надлежит стать образцовым прихожанином в собственной церкви. То есть, он должен и это, и это, и при том еще молиться, и начинать себя. И то, что бывает, повторюсь, вот священник оглядывается, и вот это провели, и это сделали, и вот тут, и тут, и тут, и тут, но как-то вот про литургию-то и забыли, на литургию-то силы не осталось. И священник должен в первую очередь и себе напоминать, тоже такой хороший образ. Когда мы читаем притчу о сеятеле, мы не должны ее понимать, как миссию церкви вовне. Мы должны понимать, что мы каждый день бросаем семя и вокруг себя, и в том числе и в собственную душу. То есть, не будем обольщаться. Иногда и мы бываем той каменистой почвой, на которой просто не растет. Вот просто там не выспался, просто надо что-то сделать с кредитом, с ипотекой, с болезнями, с там, вопросы с детьми, кризисы в браке, и так далее, и так далее, и так далее. И вот тут установимся такими каменистыми. И Евангелие, которое мы читаем, мы должны читать для себя каждый день. Это вот то семя, которое вдруг в нас не приживается. И это, конечно, трагедия. Поэтому церковь в своей мудрости и говорит скорее о запрете, а не извержении. То есть, надо сильно постараться, чтобы человек был прямо извергнутый сам. Но последняя история, это вот с отцом Серкием Романовым, насколько мне известно. Ну, шлигумен мятежный, да. Да, Среднеуральский монастырь. И там как бы это все понятно. Да, то есть, ну, то есть, человек упорно ведет как минимум конкретный монастырь к расколу. Вот, что, собственно говоря, противоречит более фундаментальному закону церкви, ее соборности, единству. Грех к расколу не смывается даже мученической крови. Хотя там, в общем-то, не про Христа, а про политику. Угу. Ну, а если мы, опять же, вот говорим все-таки, ну, допустим, вот, мы все помним, например, отца игумена Евмения, да, с его альфа-курсом и так далее. Мы знаем отца Андрея Кананоса, который вот относительно недавно снял с себя сан. Но при этом из церкви не ушел. Он сказал, я продолжаю путь ко Христу. Ну, вот просто в ином качестве. Вот вопрос в том, я продолжаю путь в ином качестве. Вот в прошлой передаче мы об этом говорили, что даже лет 10 назад помыслить себе, что человек может этим качеством самовольно, самочинно как бы вот распоряжаться, в голову бы не пришло. сейчас мы, оказывается, условно говоря, можем продолжить, сами взять, например, это качество поменять. Так все-таки меняет ли сан священника, человека? Сан священника меняет ли человека? Он вообще может вернуться к какому-то иному качеству? С точки зрения социолога и философа религии, важный момент, не религиозного философа, а философа религии. Нет. С точки зрения православного верующего, да, то есть получается тот такой благодатный росток, вот крещение меняет человека, происходит таинство, мы еще не понимаем, как это произошло, но уже есть залог вечной жизни, которого нет у некрещенного человека. Происходит таинство брака, и мы не знаем, как, но таинство, что вот двое станут единым. Как так происходит? Это не союз, это не стратегический альянс, это не брачный договор, когда вот в идеале двое срастаются. Да, и когда человек становится священником, тоже происходит некое таинственное изменение. То есть в этом случае, например, чин монашеского пострига и чин отпевания, это не таинство, потому что особо в человеке ничего не меняется. Он не получает никаких особо благодатных даров. Вот с отпеванием прямо вот это наиболее рельефно. Что меняется после отпевания для человека? Это, в общем-то, ничего. Потому что это, это, собственно, и не таинство. И в этом случае мы говорим, повторюсь, скорее о запрете, когда человек просит извергнуть, это вот священник, который просит извергнуть его Исана, по моему, это очень важно, по моему ощущению, по моему опыту, от чтения каких-то вот учебников по догматике, экономике, курсов по богословию, философии. Он просит примерно о том же, как отменить его крещение. То есть в этом случае я бы рискнул сказать, опять же, посмотрите на условность формулировки, что Господь будет его судить как священник. То есть он стал священником не случайно, он приложил усилия, вот если мы говорим о самарском опыте, там был гигантский срок на обдумывание, и человек потом написал еще одно открытое письмо, где сказал, что типа, ну, все, в общем, кто имеет вкус к подобным вещам, ознакомились с этой историей. То есть это не вот так вот произошло. Это очень долго и очень болезненно, в том числе и для тех, кто принимает такое решение на уровне, там, епископа и так далее. Там тоже не будем делать вид, что там вот тоже функционеры, которые вовсе и не думают о церкви. Нет, это тяжелое решение, в том числе и для суда, который извергает и сан. Одесса Сергеевна, сегодня время нашей передачи подошло к концу. Резюмировать хотелось бы следующим, что скорее вот эти вот уходы из священного сана являются очень печальным симптомом нынешней обстановки, симптомом, на мой взгляд, опять же, с этим можно было бы поспорить или там обсудить это, но, к сожалению, времени сейчас уже нет, симптом разобщения. Разобщение, то есть церковь-то вроде бы мы продолжаем манифестировать и постулировать как единую соборную, но где-то на самых глубинных вещах вот этого единства, опять же, в значении того, что... Обратной поддержки мирян мы не наблюдаем. Да, мы не наблюдаем поддержки мирян. Мы... Но, опять же, эта поддержка не рождается ввиду того, что зачастую миряне не выбирают себе того или иного священника, как это было, скажем, раньше, когда община выдвигала из себя старшего и говорила, вот этого человека хотим в священнике, да, и его направляли либо там на учебу, либо там... К испытанию. К испытанию, да, все эти возгласы Аксиос, достойный или недостойный человек священного сана, они тоже несколько сейчас профанированы. Вот. Ну, то есть, народы как бы спрашивают формально, но народ по факту не решает, быть тому или иному человеку священником или нет. Простите, и общины тогда нет. Вот. И понятно, что в этом смысле священник остается в некотором таком подвешенном состоянии, вот, когда он особой вот этой вот поддержки снизу не ощущает, и, может быть, именно поэтому зачастую достаточно легко принимает это решение, потому что не чувствует корней, которыми бы он врос вот в своих прихожан. Оставим это вот как бы теперь на размышления наших телезрителей. Наша главная задача, мне кажется, была достигнута. Это... Окун был поставлен. Да, оценка значения и роли священников в современной церкви. Сохранилась ли она с апостольских времен или модернизировалась, эволюционировала и трансформировалась. Спасибо большое вам, дорогие наши друзья. В следующий раз мы поговорим о той теме, которую сегодня Отец Сергий затронул, о теме молчания Бога. Тема, которая уже коснется не только священников. Храни всех вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова